с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 19 ноября день ракетных войск и артиллерии в россии он ведет свое начало с героического 1942 года когда начинается контрнаступление наших войск под сталинградом считается что именно артиллерия сыграла важнейшую роль как во всей войне так и в одной из ее важнейших операций сегодня также отмечается в некоторых странах международный мужской день инициатором которого стал доктор джероме ти луксинг из университета вест-индии он предложил учредить праздник который подчеркнет положительную роль мужчин семье и обществе дата его проведения доктор выбрал именно этот день день рождения собственного отца который по его словам был отличным примером для подражания и это еще не все 19 ноября отмечается всемирный день туалета провозглашенный в 2001 году в сингапуре на первой международной конференции которая в свою очередь была посвящена проблемам туалетов кстати место проведения этой конференции выбрана не случайно сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест согласно одной из версий первый сидячий туалет принадлежал шумерской царице и был создан в 2600 году до нашей эры а около 5000 лет назад в древней индии в городе мохенджо даро что в долине реки ин существовала общегородская система канализации так что в этом деле тоже есть своя неповторимая история сегодня также день работника стекольной промышленности россии профессиональный праздник который совпадает с днем рождения выдающегося русского ученого михаила васильевича ломоносова он родившийся в 1711 году помимо всех своих известных достижений был еще и создателем химического производства глазури стекла фарфора разработал технологию рецептуру цветных стекол которые он употреблял для создания знаменитых мозаичных полотен изобрел фарфоровую массу ну а теперь еще родившихся в этот день 1875 год в этот мир приходит михаил калинин политический деятель времен ссср герой социалистического труда с 1919 года председатель цик и с 1922 председатель цик ссср с 1938 года работал председателем президиума верховного совета ссср ну и как известно входил в ближайшее политическое окружение сталина и к тому же имел любопытное звание всесоюзный староста ну а в 1888 году рождается хосе рауль капабланка кубинский шахматист шахматный литератор дипломат третий чемпион мира по шахматам завоевал звание в матче с ласкером 1921 году проиграл алёхину в 1927 1917 год рождается индира ганди индийский политик премьер-министр с 1966 была ребенком индийской революции она встречала и знала большинство лидеров борьбы за независимость индии от англии включая махатму ганди с которым не была правда связана родством была она песнице отца джавахарлала неру который тоже был премьер-министром убита двумя сихскими террористами из ее специальных сил безопасности в 1984 1999 год день рождения евгения медведева и российской фигуристки чемпионки мира 2016 2017 годов двукратного серебряного призер олимпийских игр в 2018 ну а теперь о некоторых событиях 19 ноября 1581 год предположительно травм полученных накануне в ссоре с отцом иваном грозным умирает царевич и наследник престола иван по одной из версий причиной ссоры были требования царевича двинуть дислоцированные под старицей войска на выручку пскову а со смертью его брата царя федора 17 января 1598 года практически завершилась правление династии рюриковичей которая продолжалась целых семьсот тридцать лет гибель всех прямых потомков ивана грозного привела впоследствии к смуте и смене правящей династии 1703 год бастили умирает узник который вошел в историю как человек железной маски на следующий день он будет похоронен и даже записан в кладбищенской книге как некто марчиолли примерно 45 лет это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни давших почву для многочисленных гипотез о его настоящих имени и происхождении 1919 год во время второго похода антанты в то время когда главный удар наносится на южном фронте силами деникина красными создается первая конная армия 11 ноября рево военсовет южного фронта постановляет образовать специальную конную армию из двух конных корпусов и 1 стрелковой дивизии при этом рево военсовет республики и рево военсовет южного фронта оформляют создание первой конной а командующим назначен семен буденный сама армия просуществует до 21 мая 1921 года и как известно сыграет заметную роль сражение гражданской войны и вообще превратиться в легендарную армию гражданской войны 1941 год отдается приказ об организации автотракторной дороги через ладожское озеро уже на следующий день по ледовой трассе двинулись санно-гужевые обозы 21 ноября проехал первый грузовик а 22 по проложенному пути названному военно-автомобильной дорогой номер 101 начинается движение транспорта дорога жизни дала ленинградцам силы пережить две самые страшные блокадные зимы 1969 год великий бразильский футболист пеле забивает тысячный гол в своей карьере и навсегда становится первооткрывателем клуба тысячи оставаясь тех пор и единственным его участником первым поздравляет нападающего с достижением вратарь команды соперницы в этот же день посадка на луну пилотируемого космического корабля аполлон-12 это второй полет человека с на спутник земли который сопровождался высадкой экипажа на поверхность одним из интересных фактов обнаруженных экспедиции было то что на луне есть эхо 20 ноября экипаж корабля выбросил на поверхность лунный модуль и шум от его удара поверхность спровоцировал искусственное лунное землетрясение впоследствии были неожиданными после этого луна звенела словно колокольчик еще в течение часа таким образом ученые пришли к выводу что луна имеет необычайно легкое ядро 1979 год первый рейс из ленинграда в москву скоростного поезда r200 это советский электропоезд постоянного тока к тому же скоростной выпускался рижским вагоностроительным заводом первый состав включал в себя два головных и 12 промежуточных моторных вагонов испытания показали что основные характеристики поезда соответствуют техническим условиям при скоростях 200 210 километров в час и он может быть допущен к перевозкам пассажиров на октябрьской железной дороге но еще одно событие этого дня 1740 год отряд русских гвардейцев во главе с графом бурхардом минехом врывается ночью в летний дворец и арестовывает мирно спящего герцога курлянского эрнста берона всего три недели успел он побыть регентом при иоанне шестом обвиненный в государственной измене он был приговорен к казни но анна леопольдовна заменила ее пожизненной ссылкой только через 22 года петр третий позволил берону вернуться в петербург а екатерина вторая даже возвратила ему герцогство курлянская и там он завершил свои дни прожив 82 года что нереально для того времени правда о временах так называемой бероновщины стало известно лишь современным историкам они с изумлением узнали что эрнесту берону безостенчиво приписывали преступления которых он вроде бы не совершал беззакония якобы творили тот же граф миних остерман и другие вельможи из ближайшего окружения но опять же в этом принимали участие все и берон тоже наверное не остался стороне с вами был николай пивненко в проекте дата